Итак, косметолог подготовил нашу модель к макияжу. Теперь мы можем приступать. У нашей модели хорошая чистая кожа лица, поэтому мы ограничимся только коррекцией. Мы не будем наносить тон на все лицо. Возьмем корректор прожеватого оттенка и немножко проработаем под глазами. Корректор наносится кисточкой, чтобы не было заметно границ между кожей и поверхностью, которую вы корректируете. Также немножко вокруг крыльев носа. Притушируем. Также корректируем какие-то мелкие точечки, если они есть. Я уже сказала, тон мы наносить не будем. Мы просто припудрим все лицо пудрой оттенка загара. Также берем широкую кисть и все лицо по кругу запудриваем. Пудра наносится широкой кистью, чтобы, во-первых, сделать это быстрее. И чтобы не оставалось мазков от пудры, потому что если кисть будет маленькая, могут оставаться полосочки матовые на лице. А широкая кисть, она все излишки стряхивает. И пудра ложится ровно. К оттенку загара подойдет пудра таракотового цвета, которую мы наносим как румяна. Либо румяна с коричневым оттенком. Опять же, наносим мы их немного, потому что макияж нос дневной. Также можно добавить румяна с корней волос, чтобы лицо смотрелось объемнее. И немножко подбородку. Только совсем немного. Продолжение следует...